Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос Елены, который вы задаете, благо он достаточно такой многогранный, как мне кажется и серьезный. Итак, я в расходе, однако осталась дочь, ей 10 лет. Соответственно, развод у вас прошел как? Развелитесь вы своим мужем мирно или не очень? Развод это как правило, правда. Нам всегда странно, поэтому рекомендуется негативные чувства от развода до проживать, потому что иначе они будут аккумулироваться и влиять соответственно на то, как бы уже в новых отношениях, например, себя ведут, допустим так. Вот, поэтому такой момент. Дальше, осталась дочь 10 лет, да? Вот, из вас получается сейчас подросток, который переживает расставание своих родителей. Ну, опять же, да, если я правильно вас понял, то такая вот. Так, бывший мой звонит крайне редко, представляю, обещаю дочери с золотой горы и естественно ничего не выполняю. Такое ощущение у меня в крайне мере, что вы как будто бы, как бы так сказать, как будто бы вы, ну, у вас как будто бы негатив есть на мужа. Вот. То есть, как будто бы есть какие-то чувства у вас, негативные чувства. Вот. Если они есть, то надо бы с ними как-то поработать, чтобы они не отравляли. Вот. Вот. Потому что ваша дочь, в частности, ваша дочь, довольно хорошо может их считывать. Ваши цифры, то, что вы ощущаете от нас, то, что вы чувствуете на том, как то, что ее отцу родную, которую она полный вероятность любит, а, и в котором она, ну, в котором она тянется, и как, ну, действительность для ребенка. Вот. Вот. Особенно, если с вами отношения складываются, ну, не лучшим образом. Да? Вот. Об этом, кстати, сейчас еще пойдет речь. Вот. Пока, так, пока такой, такой момент. Дальше. Значит, естественно, ничего не выполняет. А как это воспринимаете вы, дочь, и как вы это обсуждаете? Если, если обсуждать. Я живу в данный момент с мужчиной, а есть самерная дочь три года. Старшую воспитываем достаточно строго, без этого никак, но нет, как направляемый подросток. Ну, здесь, мне кажется, вы совершаете такую классическую ошибку, да? Вы думаете, что строгость когда-то кому-то помогла, но, на самом деле, нет. Вот. В том, в том смысле, что строгость учат только безответственности. Вот. Это упрощает жизнь. Как правило. Вот. Упрощает жизнь. Это правило. Вот. Это упрощает жизнь в основном родителе. Потому что не нужна, как бы, эмоционально, эмоционально чувственность. Вовлекаться в, ну, в отношениях. Вот. Да. Достаточно просто. Типа. Ну, достаточно просто строго каким-то, там, справа. Вот. Так, кажется, проще, но, фактически, взаимодействия с ребенком вообще никакого нет. Вот. Как нет взаимодействия с тем, что ребенок хочет, и в итоге развивается только вот то, что можно назвать, ну, то, что можно назвать антагонистическими такими аспектами. То есть, когда, ну, условно говоря, когда ребенок считает, что все против него, как пример. Вот. Вы никак не даете на эмоциональном уровне ребенку понять, что вы на ее стороне стороне, в том числе. Дальше. Значит, так. А как получилось, что ребенок ведется к управляемой папе? Это, к правилу, страх. Это, к правилу, тревога. Таким образом. Таким образом. Вот. Отношение между мной, новой папой и нею полностью не удается наладить именно из-за ее сложного характера. Вы, на мой взгляд, перекладываете ответственность на ребенка. Вот. Потому что, как бы, в любом контакте, вот, ответственность всегда несут несколько людей, несколько партнеров. Вот. Никогда не бывает такое, что из-за чего-то сложного характера отношения могут не складываться. Вот. Поэтому, здесь не все так. Просто, вот, я понимаю, может быть, что вам был бы правильный, но нет. Понимаете, вы мне сейчас, например, пытаетесь сказать, что взрослый не может выстроить отношения с ребенком. Ну, простите, взрослому легче выстроить отношения с ребенком. Взрослый, более опытный, он больше знает, как ребенок, он еще развивается, тем более, девочка 10 лет. Поэтому, а здесь мне кажется, не делать ребенка виноватым. Вот. Как бы, ну, ребенок это чувствует и повторюсь, как бы, кроме антагонизма, здесь вряд ли может что-то появиться, ну, что-то появится еще. Помимо антагонизма. Вот. Как мне кажется, что это, это вполне логично при таком вот, если человек и девочка делает во всеми на этом. Тем более, ребенка, тем более, в подростковом возрасте, когда и так проявляются антагонистические наклонности, что ребенок учится пробовать свои силы. То есть, постоянно уходит в протест. Так, сегодня она ушла в школу, оставил записку примерно такого содержания. Хочу к родному папе и маме предательности. Обида. Здесь обида. Вот. Ребенок у вас не чувствует, а папа кажется и делал. Конечно. В последний раз дочь разговаривал с родным отцом больше месяцев назад, причем я был инициатором банка, не знаю, что он ее там наговаривал. Видите, опять же, да? То есть, вы здесь не пытаетесь выяснить, что дочери не нравится или что ей хочется? Да. А, как мне кажется, торопитесь в обвинение уходить. Ну, я не знаю, ни одного случая, когда подобная практика могла бы ей помочь. Ну, то есть, как бы, эм… Так, а вот, то есть, то есть, нужно, повторюсь, нужно, смотреть немножко глубже здесь. Дальше. Тодя слышала, что спрашивала, какая у нее мечта и что она хочет купить. Я прекрасно его знаю, он ничего не купит, ничего никуда не стоит и тому подобное. У вас чувствуется какая-то злость на отца, ребенка, и, грубо, мне кажется, что это злость вы до сих пор не проявили. Аккумулируйте ее в себя. Дальше. А вдруг он заставляет верить в это. Ну, вы здесь демонизируете отца. То есть, на него ответственность прикладывают. Я очень хочу, чтобы у меня была крепкая семья с новым мужчиной. Хочу полностью избавиться от прошлого. Это ошибка. Полностью, да, это от прошлого невозможно. Потому что это ваш опыт. Вы можете принять этот опыт. Аккумулировать его в свою настоящую жизнь и жить дальше. Вот. Но момент в том, что если вы, вот, пишете, я очень хочу, чтобы у меня была крепкая семья. У меня есть ощущение, что вы здесь пытаетесь, ну, пытаетесь, что ли, как бы так сказать, пытаетесь себя обезопасить. Пытаетесь себя обезопасить, пытаетесь себя как-то защитить от чего-то. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Вопрос в том, от чего вы пытаетесь себя защитить, от чего вы пытаетесь себя грозить. Если у вас здесь есть такая позиция, что если у вас нет семьи, то с вами что-то не так. Как это у вас работает, я бы хотел этот момент заострить. То есть, какая мотивация акцента внимания именно на создание именно крепкой семьи? Тут, мне кажется, или семья становится более важной, чем люди в ней. Дальше. Так. С бывшими ничего не связывают. Абсолютно никогда не любил. Болодой молодой. Так. Ну, здесь обесценивание своего опыта. Это вы обесцениваете сами себя. Поэтому, как бы, вот тут повторюсь, вы не можете отказаться от своего опыта. Вы не можете отрезать часть себя. Опыт, как бы ни был, его нужно принять в боль, которая от него нужно прожить, но не обесценивать. Вы уходите в обесценивание. Из-за этого теряете свою чувствительность. Из-за этого вам сложно выстраивать отношения с ребенком. Потому что ребенок, он же очень восприимчив к чувствительности как раз. В мечтах построить новую семью. Чтобы старший воспоминал новую папку как родного. Я вообще не понимаю, как это сделать. А вам это отличило самой. Ну, типа, почему вы не оставляете дочери выбора, например, в том, чтобы не принимать, чтобы не принимать, ну, новую мужчину, да? Как от своего опыта, да? Мне кажется, по правилу этого не делать. А как вы сами, сами, сами считаете? То есть, ну, может ли у нее быть выбор, например? Или нет? Мне кажется, что вы ей, ну, вот, в своем таком подходе, мне кажется, что выбором дочери меня оставляете. Это очень важно. Потому что вы, как бы, ну, наверное, требуете от нее, чтобы она принимала нового, нового вашего мужчину. Вот. А она не хочет, может быть, она не хочет. Она не согласна с тем, что вы обесцениваете ее отца, она ее любит. Вот. А у вас к нему, ну, злость, мега-цепь, так это. Поэтому, мне кажется, что вот это вот не проживание, а подобных, ну, вот эмоций, да, как бы уход от этого, обоценивание этого. То есть, по сути, вы хотите сказать, что жизнь, ну, в период взаимодействия с отцом ребенка, подростка, ну, это была ошибка. Ну, а, соответственно, ребенку ничего не стоит допустить, что тогда. И она является ошибкой. Понимаете? Вы же ее никак не демонстрируете ей, что принимаете ее такой, вот, какая она есть. Вы, как бы, требуете от нее быть другой. Вот. А чтобы появился ресурс быть другой, нужно человеку, чтобы у человека появился ресурс меняться, меняться. нужно, чтобы почувствовала соответственность, вот, а вы, как бы, ну, вот эту соответственность, да, человеку, как мне кажется, что почувствовать не дает. Вот. Вот такая штука. И это вот, как раз, проблема, как мне видит план, как мне кажется. Вот. Понимаете, я надеюсь, по чем, ну, что я имею ввиду. Так. Да, правда. Да. Так. Дальше. Так. Так. Ээээ... Так. Я вообще, так, ну, потому что вы не заставите других людей делать то, как хочется вам. Ну, если вы сегодня снимаете, снимаете расчет на сеток сочери из-за её скверного характера. Вы обоцениваете свою дочь. Я хочу, чтобы вы увидели, вы не принимаете её в злительстве на неё. Вы реально переносите на дочь то, что чувствуете, как образная каёса. Вот, как брак. Так бывает. Я не говорю, что это прямо вот ваша история, но так бывает. Так бывает. Вот, я надеюсь, конечно, что это не так, но всё указывает на это, всё указывает на, ну вот, как бы, на то, что такая вот скорость здесь, к сожалению, присутствует. Вот, потому что, ну, дочь у вас виновата в том, получается, что вы не можете построить такую семью, которая нужна вам. Но эта дочь, она человек. так, и всё ещё, мне кажется, она семья. Вот. Вот. Вот так. 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 Хоть он и неплохо окружается, но любви как таковой нет. Почему вы требуете, чтобы он любил её? Или, чтобы она любила его? А что происходит, если, ну, из этого нет? Что происходит, если они не будут любиться? Почему вам недостаточно от того, например, что вы любите своего нового мужчину, а мужчина любит вас? То есть, что это происходит? Ну, это не ощущение, да, что вы пытаетесь, ну, заставить, просто заставить людей еще так, как вам хочется, а вот, а если вот это не происходит, то я, ну, вам, вам плохо. Понимаете? Как бы, да? Мне кажется, что вы демонизируете дочь, демонизируете отца, дочери, как тех, кто мешает вам построить новую семью. При этом отказываясь от части себя, при этом отказываясь от своей чувствительности. Ну, то есть, это не очень, мне кажется, хорошая история. Поэтому я рекомендую вам крепко подумать о том, что вы транслируете, какое послание вы транслируете своей дочери и вообще, ну, людям. понимаете, да, надеюсь, о чем идет речь. И в этой ситуации вы можете стать собой, наверное, как вариант, вы можете стать самой собой, вот. и продемонстрировать другим людям, ну, вашим близким, как это быть с собой, быть со всеми собой, быть настоящим. И, как бы, принимать себя целиком, целиком, и других людей. Целиком. Вот. Вот. Такая вот остальность. А, на этом все. Пожалуйста. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы дадите некоторый отклик на мой ответ. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. 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 Продолжение следует...